Это мы ездили в город с Сергеем Павловичем Пупковым. Машина стоит, видно. Это у меня закрытый иконостас, когда голуби летают, чтобы туда не залетали. Вот Сергей Павлович пришел. Я свет включил здесь вот. Вот, садись. Так, я хотел записать, Сергей Павлович, узнать, как у тебя отгостил Василий. Вчера ты отвез домой его. Сегодня у нас шестое февраля 18 года. Как? Сколько он у тебя был? Неделю, наверное. А? Неделю? Неделю одну. Я мог точно узнать. Ну ладно. Я не помню сейчас. Но у меня все записано в календаре. В дневнике. Вы в какой день привозили то его? Ну давай посмотрим. На, на меня направь. Я сейчас у меня в дневнике. Я дневник веду примерно 60 с лишним лет. Даже и в тюрьме, и в больнице, и везде. Хорошее дело, да. Вот. А то я сам переплетаю. Так. Вчера значит, что увез? Подписать надо. Увез Василия домой. Так. Пятого. Теперь мне надо узнать, с какого числа приехал. Вот смотри. Заглядываю. Это очень удобно, когда у тебя что записано. Что, снимать можно, нет? А, снимай, пожалуйста. Нет никакой тут тайны? Да, никакой. Ночью, значит. Ночью Голубка снял свое яйцо. Музыкальный театр Сергей Попков возил. Вася был в это время еще? Не было. Да-ка ты в этот день, наверное, и поехал, да? Уголь привезли. Так, первое. Письмо о Романе Потеряевке. Вода застыла. Так, Роман буйствует. Вот замерзла. Ну, это мало. Значит, подальше где-то надо. Вот. Привезли к Сергею. Сергею. Это 22-го. 22-го, а было 31. Это там 7 дней. Так, 22-го. 9 дней. 9 и 5. А 14 дней? Две недели. Две недели. Ну, две. Ох, как тебе показалось коротко. А когда бывает плохо, человек один день проживет, ой, кажется, целая вечность прошла. Да. Ну, вот ты привез его, и дальше как началось? Что-то нет. Ты заметил что-то такое? Заметил, конечно. А то тебя обвиняют, что ты грубо со стариком обращался. Злодей какой. Ну, пусть возьмут, попробуют. Я профессиональный дрессировщик. Я работаю с животными. Тут привезли человека. 71 год от роду. Развитие, как вы говорите, сколько? Я бы дал ему лет 12 развития. Но, знаете, еще меньше. 5 лет развития. И с таким человеком очень, очень, на самом деле, тяжело. Тяжело. Морально. Вот. Морально. Вот. Так, я сейчас клеточку открою. Мы выходили, когда я палю спрятал, она открывает подпол. Вот она лежит. Вот она. Растянулась. Ну, вылазь, паля. Паля. Вылазь. Ой, она любит, когда ее тут балуются с ней. На, пушистик. Вылазь. Все. Вот. Да. Вот у вас паля в клетке. Я вот. Сейчас бы Вася бы у меня... А что вы в клетке держите? А внизу голубя. А внизу голубя. Он бы сразу бы... Ролик-то вот я выставлял, как заушизу переварбовать вдох-кантер. У меня ураган-то в клетке. А он его выпустил. Он бегает по квартире. Я говорю, Вася, ты зачем его выпустил? Ну, жалко. Я говорю, только это моя собака. Я... Мне... Как бы... Я выпускаю. А потом он... А он, говорит, сам вылез. Уже начинает лукавить. А как он вылез? Ну, дергал-дергал клетку. Там у меня такая шпилька. Ну, замок ее вот так вот. И я попытался проверить, мог... Могла ли собака. Сам дергал, но минуты три. Она не выпадывает шпилька. Думаю, ну, значит, Вася обманул. И вот эта вот ложь, обман, лукаста, вот эта вот упертость. До того это угнетало меня. Вот. А вот уже через две недели... Все ему, вот как вот с маленьким, с пятилетним ребенком, ну, которому 71 год. Ну, представьте мое положение. Я никогда такими вещами не занимался. Одно дело в лагере, там дети. Другое дело взрослый, старик с бородой, уровня 5 лет. Я... Ну, я ролики снимал, сами видели там, и комментарии, что вроде ничего у тебя не получится. И под конец у меня начало такое вот... То ли отчаяние, то ли... Зачем я все это... Ради чего? Если ему это не надо. Совершенно мертвый, духовно напрочь человек. Но замерзал же. Да замерзал-то замерзал, но я его отогрел. Он уже и кашель у него прошел. Мы его солодку, вот которую вы копали, он пил. Ну, скажешь, Вася, выпей. Выпьет, не скажешь. Не выпьет. С него постоянно, ему надо... И такие вопросы задает, ну, вот как пятилетний. Вот. Устаешь с ним, как бы, и... А потом... Дело шло-то... Выявилось, что у него смертный грех. И дело, ну, как... Я сам через это все прошел-то. Три года в коридоре стоял с оглашенными. Мне это пошло на пользу. И разговор с вами был, ну, расставаться надо. Я вздрогнул. Когда вы меня... Вот. И я думаю, что Василию нужно тоже... Страха Божия нет. Нужно как-то его напугать, что ли, чтобы, вот, как я вспоминаю свое состояние, слезы в коридоре. А тут человек три года у нас, вон, полный коридор этих оглашенных. Никто не плачет. Они там уже прописались, живут там и все. Ну, я когда после крещения... Вернее, у меня было грехопадение в момент оглашения. После крещения у меня, слава Богу, как бы, благодать Божия силы дала не делать смертные грехи. А тут человек принял крещение. А в стадии оглашения, если человек согрешает, то крещение откладывается еще на три года. Правило такое. Вот. А второй раз согрешит еще на три, а четвертый его вычеркивает. А я этих правил-то не знал по себе. То есть я в стадии оглашения согрешил, думая, что в крещении все омоется. Вот. А потом мне уже Наталья Приходько сказала, ты покайся. Я покаялся, выпросил сам у себя и пятимью три года. Батюшка бы даже и не назначил. Он и Васю не назначил. Он бы его причастил, я думаю, за тот же самый грех. Потому что все сестры говорят, а что батюшка, а что он не на причастии? Говорю, вам Дубунов-то говорит, вам что, какое дело-то? Ну не на причастии, не на причастии. Я у Васи спрашиваю, Вася, что тебе батюшка сказал? Сколько лет тебе в коридоре стоять? Ну батюшке эти вопросы задавать, тоже он священник. Мне зачем лезть, как бы. Вот. Я его готовил к исповеди. Он все, вот эти все грехи, которые все... И то он под мою диктовку. То есть я ему задавал, ты священник должен делать, а не я. Брать и заниматься с душой. Это он его крестил. Кто у него поручитель? Виктор Андреевич. И все. Я взял на себя, как бы это. И то я приутил ее, потому что холодно. И он по лени своей не топил. И заболел. Я его предогрел, пролечил. Все. У него кашель, у него уменьшился. Но вот это каждое утро он встает и харкается, и сморкается минут 10. То есть он здоровый, нездоровый. То есть у него хроническое. Потом я узнаю, что у него аденома простаты. То есть он в туалете сидит. Я же не знал, что это у него. Он не говорит. Он пятилетний ребенок. Он не может объяснить, что это. Я говорю, у тебя рези есть? Я знаю, там болезнь венерическая, когда рези не может человек сходить по маленькому. Рези нет. Выделения гнойные есть? Нет. Что ты там сидишь? Не могу. Что не можешь? Потом уже мне Виктор Андреевич говорит, да у него аденома простаты. Я говорю, Вася, ты ходил, полис есть? Нет. То есть ему свое здоровье наплевать. А я что? Я не врач. Я дрессировщик. У меня если собака не слушается, я ее скрутил, ласта завернул. И все, она слушается, как шелковая. С этим человеком так не получится. Не получится, а у меня рука-то наточена уже. Все, я от греха подальше. Потом дело к исповеди. Я говорю, Вася, вот тебе 4 пункта. Я иду на работу. Я первые 2 дня вообще с ним сидел. Морозы были, у меня машина не заводилась. Я вот с ним сидел, ролики снимал. Нянчился, так сказать. Пока нянчишься, все нормально. Вот как вот ребенка, допустим, школьника оставляешь. Мать меня оставляла, список написала. Проверит список. Так, это не сделал, это не сделал, это не сделал. Отодрала. Ну его же драть не будешь. Я говорю, Вась, что я ему сказал? Вспоминай грехи. То есть я ему 10 заповедей. Мы говорили, как к исповеди готовимся? Первая заповедь, любить Бога. Все, Вася, любил Бога? Не знаю. Прелюбодействовал? Не знаю. Воровал? Не знаю. Давай вспоминай, что ты это самое-то. Ну, школьником было, воровал. Все, в школе прекратил, покаялся, не воровал ни разу. Потом оказалось, что, что вот эти братья привезли-то мне продукты? Я потом начал, когда мороз, это, холодильник у меня еще, это самое, перестал морозить. Я из холодильника, из морозильной камеры все достал, на балкон. Открываю там мешки. Я говорю, а что это такое? Где ты это взял? Яблоки. Где ты? На помойке. А вы говорите, зачем на помойке? Я быстро схватил все это. Где еще что с помойки? То есть там, все, на помойке это. Я говорю, зачем ты на помойке? Говорю, это собираешь. И ко мне в дом еще привез. На тебе денег, дал ему. Денег, чтобы больше с помойки, говорю, не собирал шариков-то. Обещаешь? Обещаю. Ну, не знаю. Вот, потом прихожу. Четыре пункта я ему дал. И почти четыре пункта всего. Никакой там работы. Объявление, то есть день он поклеил там, ну, часа два. Руки мерзнут. Говорю, все, не надо. Руки мерзнут не надо у тебя. Хотя, вот такие шубинки, как шубинки. Ну, наклеил ты быстро шубинки. Я сам клеил объявления зимой всегда. Я знаю, что такое. Можно клеить. Но не получается у него. У меня это на физическом уровне. На физическом уровне у него это. Я говорю, Вась, да ну не на физическом, на духовном. Ну, ты вот сам, вот я сам. Потом, четыре пункта я ему дал задание. Приезжаю вечером домой. Вася, это сделал? Нет, сделал? Нет, сделал. Почему? Молчит Гвазь. Ну, договаривались как? Послушаться? Согласен? Вот, Володя пришел. Володя, да? Иди, дверь открой. Не наступать в оконат на половичок. Оба. Я говорю, Вась, ну, так же, как вот вы, придешь, я говорю, с тобой расставаться. Раз ты, ну, думал, напугай его. Он скажет, да, Сергей Павлович, завтра сделаю. Или там еще. Смотрю, радостные вещи собирает, значит, все. Ну, думаю, значит, ему в тягость это все мое воспитание. Думаю, пусть едет домой, отдохнет от меня. Я от него, может быть, там сил поднакоплюсь. Вот. Тем более, мы договаривались на время мороза. Мороза нет, сейчас температура нормальная. Вот. Он при мне, говорю, ну-ка, пораскали чурку. Он одной рукой хлезь попала, у него здоровье-то он больше... Я у Виктора Андреевича спрашиваю, Виктор Андреевич, вы мне объясните, вы врач. Он, говорю, больной или прикидывается? Он говорит, и больной прикидывается. Вот пойди разберись, где он больной, а где прикидывается. У меня просто... Ни одна психиатрия не найдет выхода. Да. Ни одна. Вот. Он где надо, прикидывается, где больным, где не надо. Он здоровый богатырь. Чурку одной рукой расколол пополам. Все, не больной, ничего. Вот. Сколько времени тратишь на пищу? Три часа. С братом Никитом поехали, 20 минут затекли, за 20 минут поел. То есть, сидишь с ним с палкой, как говорится, над собакой. Все делает. Только чуть ослабил. Вот. Ну, понятно, что воспитания не было отец-алкаш. Все это понятно. Но мне вот, ну, за 71 год, ну, есть же... Я и сам до 40 лет-то был обалдуем-то. Но я... Есть такое понятие самообразование. Он читать умеет, книги у него есть. Ну, просто ему это не надо. Раз ему не надо, ну, как говорят, что... Ни Бог, ни кто другой тебе не поможет, если ты сам этого не захочешь. А желание у него спасаться, одни слова только. Доверия к нему у меня нет, веры ему нет. Поэтому вот... И расстались, чтобы он там переосмыслил все это. Может, я что-то не так делаю. У меня никогда такого не было. Ты наказывал его, чтобы он никому дверь не открывал? Наказывал. А он? Да я сам его проверял. То есть, как бы... Ну, вроде не открывал. Да ко мне никто и не ходит. Ко мне должны были привезти... Там, корм для собак. Вот, заказывал я. Вот. Ну, я сам прикинулся, корм для собак он... А он не открывает. Я говорю, Вась, ну, я же тебе сказал, корм для собак. То есть, он... Надежней никакой на него нет. Все самому надо делать. Так бы настоящие бы приехали, он бы не открыл бы. Ты же сказал, не открывать. Я сказал, если скажут, что корм для собак привезли, открой. Я ему говорю, корм для собак он не открывает. Сергей, ты, я. Тогда открыл. То есть, ну, как вот с ним. Хорошо. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, но... И смех, и грех. Но в еде он не привередливый? В еде не привередливый. Ну, с помойки, если есть человек. Ему что в помойке найдет, то все. В еде не привередливый. Так он же пенсию получает. Пенсию получает. Пенсию получает, но... Я говорю, когда его отвозил, говорю, Вася, у тебя деньги есть? Есть сколько? 600 рублей. Говорю, да это что? А пенсия вот должна получить. Он говорит, а что, говорит, ее получать? Вроде пусть она там лежит. Я говорю, ну, ладно, я буду продукты покупать. Это что? Ну, вот. Но он приехал со своими продуктами. Яблоки, мороженые на помойке. Я их выбросил. Я свежие говорю, вот, на тебе деньги покупай. Там апельсины, фрукты, все свежие убрал. Ну, крупы, в еде нет, не привередливые. Но он в меры не знает. То есть, все равно он садится, его пока не остановишь. Он говорит, я съесть кастрюлю, кастрюлю. И он говорит, а я, говорит, что ты мне на 3 часа? Я и за полчаса могу 5 литров съесть. То есть, ему разницы нету. Я-то ему 3 часа до полчаса, а ему главное количество. То есть, он не понимает, для чего я это делаю, Вась. Ну, время освободить. Для духовного надо. Что? А чреви-то только. Долго слишком 3 часа за столом. Попробовали. И, говорит, у меня зубы. Зубов нету. Ну, посмотрели. Ну, как нету. У него пеньки там есть, то есть, он сжевать одной стороной может. У меня, когда вот я мост вставил, не было, я не мог на этой стороне сжевать. Я с мост вставил, а у него на одной стороне он на одной стороне пережевывает. То есть, это тоже лукалство. Тоже он может сжевать. Говорю, давай тебе вставим. Импланты вставлять дорого. Там, мама у меня вставляла, 70 тысяч отдавала. А вставные такие вот, челюсть, которые в стакане-то, они неудобные. Вот и 71 год человеку, и надо ему эти челюсти, и не надо. Потом мы придумали, Вася, измельчай, все. Намельчили, нарезали, все, он ест быстро. То есть, его никто не научил, что можно ножом пищу измельчать и съедать быстро. Вот. Вот вчера с Володей отвезли его, помолились. Ну, а ты, когда его туда отвозил, он не говорил, что я замерзу теперь опять? Нет, он пообещал, что теперь я буду топить. Он дал обещание, теперь я буду топить. Я говорю, иди возьми у меня. Я говорю, Вася, тут говорю, в четверг обещают опять 30 морозов. Если что, я тебя к себе заберу. Он говорит, не надо, тут два дня. До субботы я продержусь. Я буду топить нормально. Он топил-то через день, он вам подражает, а вы у него кумир-то. Но немножко перехлестывает у него. То есть, вы-то поддерживаете хотя бы 11 тепла, а он поддерживает 16 морозов. Понимаете? Тут аскет такой, да. Это разница. Это очень большая разница. Ученик хороший. Вот. Как говорится, заставить. Погреб сажаю, чтобы голубей выпустить. Брат, подай палю. Палю потихоньку убери оттуда. Аккуратно поднимай ее так. Бери двумя руками. Пушистик. Давай. Паля, паля, паля. Ох, она маленькая. Пушистенькая. А они что там? Они там будут сидеть, пока я и запру сейчас туда. Смотри. Вот туда. Так, так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Голуби могли прогуляться. Смотри, тут у меня дощечка. Картон. Ну, фанерка такая. Многослойная. Вот она. Теперь. Ну, так. Сейчас вы голубей будете выгуливать. А теперь вот так вот я... Насплохели. Все. Все. А теперь сейчас маленьком в стороночку. Вот сюда вот садись. Вот-вот-вот. Сейчас голубей выпущу. А так они на голубей могут... Конечно, тут еще сразу. Особенно рыжка. Полет есть. Уже было что-то? Задавай ему какие вопросы надо. Как они с Васей были? У меня были вопросы, а сейчас уже их нету. Ну, не знаю. Ты все понял, да? Да. Да, я все понял уже. Я уже это... Помолился, ролики посмотрел и все понял. Единственное, чтобы, говорится, немножко язык свой этот удерживал. А так, остальное все нормально. Там стоит, не стоит. Я покажу тебе, как они там. Вот она. А, нет. Прилетела. Гляди, гляди сюда. Вылазит. Вот-вот. Это она, самочка, голубка. А голубь, он сидит на гнезде. Посмотри. Подойди вплотную туда. Чуть непонятно, разве говорю. Вон. Вон, он сидит на гнезде. Парит. А она вот, она согнула. Сейчас она вылетит. Раз мы отходим, она сейчас... Ей надо облет делать. И каждый день, я говорю, два-три раза им. Одну или трех раз. Примерно по полтора часа. Сейчас они вылетят. Все, братья, работать мне надо ехать. Вот сюда, маленечко. Вот она выходит. Вот. Дальше снимает у меня. Вот, гнездо бросил. Бросил гнездо. Вот он как. Значит тепло. Смотри теперь туда, как гнезду. Подойди. Вон, тебе видать, нет? Да, видать. Видно, нет? Да, да, да. А, и яички. Яйца парят. Дикари. Дикари. Сейчас будем сидеть. Они сейчас туда. Сейчас я им семечек насыплю. Привлекаю их сюда. И они прямо здесь вылупятся, да? Вылупятся. Потом они будут ручные у меня. Дикые. У него уже опыт-то есть. Он уже так делал. Ну, и всех, конечно. Это и диких собак. Вот сюда вот так можно приручить. О, Сергей Павлович, пожалуйста. Ну, что сказать. Вот по моим рассуждениям с Васей, вот, мне некуда взять его. Вот она. Куда? Мы трое здесь. Здесь не повернуться, никуда нет. Тем более, я стеснен еще больше. Они уже теперь... Вот она, смотри, снимай, как она на гнездо пойдет сейчас. Вон, быстро он так распрыгнет, а ты за ним. Все. Смотри, как он садится. Вон он полез, видишь? Вон он садится, мастится. Он знает, что иначе они остынут. Кто его загоняет, то никто его не посылает. Дикий голубь. Мы сидим рядом, он не боится. Преущены. Все. А так, вон она, где крылья свои. Ей надо перерывать все. Вот она. О! О, лярочка туда нашла. А они вот эти дикие к вашим перемешались? Нет, не мешаются. Нет, я говорю, они с ними перемешают и перекрещиваются. Я про это отвечаю. Нет. 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 Видишь, как, ей надо размяться. Вот она сейчас разминается. А как они к вам попали-ка? А ко мне туда залетели, где-то голубей кормлю. Сначала я его поймал, а потом второго. Сегодня там шестеро, я их закрыл, там два залетели. Мне их надо забрать оттуда, я посмотрю. А шестеро сидят на улице, ждут своей очереди. Ну, что сказать? Вот садись, я тебе закончу мысль мою. Мне некуда его брать. А если бы сказали, а если есть куда брать, я стал бы тебя просить, возьми. Одного его не оставишь. У меня тут столько всего, аппаратуры. Сотовый. Говори. Ну, слушай, Настенька, давай. Сейчас пускай слетит. Ну. Так еще, все, от нас что требуется? Да какой кредит? Какой кредит, только она не работает. Вы что делаете? Кредит не брать никогда. Ну, я ничего не могу сказать. Я только скажу, боль о Господне, да будет над Андреем. Господи, благослови. Все, помолился. Больше никак. С Богом. Так. Это, это второй дождь сделал, да? Да. Она напрасно туда. Ей надо отдыхать. Она торопится. Обратно-назад это тоскует по гнезду. Она любящая мать. Настя, дробот звонил, а Андрей потерял паспорт, пьяный был. И пошел получать, и паспорт не получил, опять нажрался. Ну, как теперь объяснять? Кредит какой-то еще там. Какой кредит, когда все потеряно? Человек доженить бы был у меня, сына нету такой добрый. Ну, он глухонемой. Только покажу, что-то надо делать. Дальше не надо, он сделает лучше, чем я хотел бы. Как женился, как подменили. Оказывается, ну, вот парень утихомирится, вот женится он, покажи ее. Вот он, голубь, у меня женился, он, правда, изменился в характере. И главное, вот когда, если он самец, я ее посадил туда, он мгновенно определяет, что она самка. Как они определяют, не знаю. То ли у нее паспорт какой проверяет. Дальше он ее гоняет до тех пор, пока она не усадит. Это любовь у нее такая. И, наконец, она уже падает, голову вот так вот, он подошел туда, и начинает волосы расчесывать, косу заплетать. Все, она смирилась, больше она не воюет. Теперь она с ней вместе один. Толчками, она не идет, куда ты денешь это? Выходи за меня замуж. Вот это... Бось полюбит какой-то, да? Вот так. Ну, что я тебе сказать. Если бы у меня была возможность, тогда можно было судить, но я никогда не имел этой возможности. Квартира, как мне говорят, была устроена, чтобы какать возле кухни. У меня такой нету. У нас на улицу ходят. И не надо. Нету. И мыс тут я его не могу ничего. Сегодня мне постирать надо. У меня кастрюля обыкновенная. В кастрюле я постирался. В кастрюле. Платочки вот сейчас посушу. Посушил уже, сейчас сложу и пользуюсь. Я не могу взять. Не могу. А к Надежде Васильевне я не могу. И вот туда там бы место есть, кажется. Нет. Отдельно-отдельно куда-то кому-то советовать. Я только на тебя надеялся. На одну ночь ночевать он может, когда приходит ночевать? С вот на воскресенье. Конечно. Мы так с ним и договаривались. Так, благодарю тебя, брат, что ты брал его. Что ты неправильно поступил, ты отвечаешь перед Богом за это. Так. И от людей, которые тебя в железную клетку посадить бы, тебе до штыри, да оторвать кое-что тебе. Ну, то ругательства тебя они. Это ты сам будешь старик, да с тобой так будут обращаться, да ты там людоеды. Люди не понимают, они не знают, кто он такой, что. Вот она вот от Володи на полметра находится. А тут ей надо клевать, вот семечки. И каждый раз как глянут, она все время шеи туда-сюда выдвигает. А на ноге видишь, у нее кольцовка там, тряпочка пришита. Дикая. Да на улице разве она подпустит? Так, я тебя благодарю, что ты его принял, обогрел. И обещают морозы, еще один раз будут. Потому что 15-го, а сегодня 6-е, осталось 9 дней. Будет Сретение. А за Сретенский мороз это последнее. Как принято так считать. Ну, что сказать на это. То, что было, то ладно. А кто его может тут взять, если потребуется? Да он не нуждается в этом. Ну, если бы он нуждался, он бы просил с собой. А тут он наоборот. Все, слезло. Вот видишь, как, вот сколько время-то прошло маленько, они не хотят гулять. Мы же вот с Володей-то спрашивали, говорю, у Вас, если морозы... Смотри вот, Володя. Да, Володя, да. Вот, гляди вот. Теперь... Я поехал, Игнать. Глянь, 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 глянь. Посмотри. Какая учеба. Теперь я беру палочку и вот так стучу. Гляди. Смотри. Смотри. Вот, она голову высунет, палит. Мокруг посмотрит, опасность нет. Вот до того умная девчушка. Давай, кошонка. Э, рыжая, вылазь. Вот она. Вот так она обнимает. Ты пидал, что делает, а? О. Я вам еще, знаете, что хотел показать? Давай. На ютубе есть такая штука. Вот ролик идет. И там такой квадратик светится. Видели когда-нибудь? И на этот квадратик тыкаешь, и продолжение как бы идет. Я вот у себя так сделал. Я могу Вас научить. А для кого это? Для зрителей. Очень удобно. Первая серия, вторая, третья, четвертая. Не надо, я поставлю. Не надо. Мы так не смотрим. У нас этого нету. Никаких серий. Серия одна, мы едва досмотрим, уже все спим. Вот когда, вы видели, когда-нибудь ролик такой вот идет? Не ваш. Ну, допустим, 17 мгновений весны. Ну, ликвидация или апостол. 17 мгновений весны. Идиот. Нет, там нет, там нет. Там они все вот это, это. Да. А то прям на самом ролике, вот ролик смотришь, тебя заинтересовало. Ты в самом ролике тыкаешь, и смотришь, ну, либо продолжение, либо еще ссылку. Да тут оно прямо написано, серия пятая, знай, шестая, седьмая. Да зачем это? Ну, ладно, благодарю за намерение. Покажешь потом. Ну, мы в этом не нуждаемся, я думаю. Ну, вы хотели вот эти вот мои ролики последние посмотреть. Ну-ка, давай. Посмотреть, давайте. Я вот так вот у себя и сделал. Ну, вот это вот я убираю. Смотри, тут что надо. Твоя машина стоит, вот она. Машину не надо убирать. Она мне еще пригодится. Так. Теперь я как делаю? Я очень просто. Вот так вот, захожу в YouTube. И сразу пишу Пупков Сергей. Так. Она слабая идет. Ну, у нас долго не было. Сергей, она уже у тебя знает. Раз. Вот теперь. Теперь твоя это? Моя. Я нажимаю на нее. Вот это ты лежишь. Да. Ты прямо сталь. Ты что-то сбоку-то. Так, ну и где теперь искать? Ниже, ниже. Вот он последний. Гнатий Лапкин против стерилизации собак. Ага. А это? Стерилизация собак порождает безответственность. Понятно. Это не к какому отношению. А это мы с тобой у ней были там, да? Да. То есть вот на этот ролик вот вы тыкаете сейчас. Ну, так. Это мы ехали, да? Нет, это не мы. А что? Это я один ехал и рассуждал дальше. Ну-ка вот здесь вот дальше в конце. Сюда перемотайте. Простирать. Вот. Вот видите, такой квадратик получается. С тебя тыкайте на квадратик. А где квадратик? Вот, ну вот. Ну-ну. Вот тыкайте на него. Это редко когда-то. Да не, не буду. Надо смотреть надо это. А убрать его как? Что-то печально. Никак не уберешь. Это вот. Это вот как бы продолжение. То есть я начинаю говорить. Ну, не надо. Она заблокировала меня. И вот чем заканчивается. Кто заблокировался? Это мой ролик. И вот теперь, вот теперь вы. То есть это начало, а это продолжение. Чем все кончилось? Началось с того, что я собаку везу. А кончилось вот чем. Вот про что я говорю. Я тоже там говорю против стерилизации. И вы мои слова тоже подтверждаете. Да, против. Абсолютно. На ее смотреть, какая она печальная. Ну давайте комментарии, что там внизу. Ну-ка давай. Добрый день. Ноль пока. Ноль. Ноль. А почему мы загребили? А вот. А эта роза так и получилась. Я пробовал заретушировать, но я не получил. Вот это? Да, вон магазин. Сергей Павлович, он вообще молодец. Молодец. Недуродовая собака. Гляди, гляди. Там все, она переблевала. Иначе в магазин только не фотографируй, не надо. А то в магазине не найдешь собаке, значит, человек ругается. Ну что, в море, не дуродовая. Ну не легально. Не, нечего. Она краска. Видите, что у нее? Она все загнула. Ну, представь, операцию делали собаки. Она ничего не поймет, подопытное животное. Я говорю, что-то у нее там болело, да? Ее простерилизовали. А если бы это вскрывали, у нее селезенка там. Все, поехал я. Давай, с Богом. Ну, вот такой квадратик дрявый. Я бы вас научил бы. С каждого ролика бы. Уже бы ссылка на ваш канал была. А еще тут надо, Сергей, спросить. С каждого ролика. Когда-нибудь мы найдем там рядом, мне легче переключить. Все. Все. Чтобы владеететься, мне надо наверх с тобой залезть. И быстро. Похожу.